Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok в районе Атюрского быка. Ну а завтра уже идем до Шушенского. Уже последний второй день сплава. Этим мы и заканчиваем. Ну а пока грузимся. Сейчас техника безопасности и отчаливаем. Еще такой вопрос. Насколько сложно будет для новичка, вот как я? Я первый раз сегодня буду сплавляться. Этот маршрут от Сизой до Шушенского мы вводим уже много лет. Наверное, уже больше 20 лет. И в нем участвуют дети. Причем возраст не ограничен, если с родителями. Если идут дети самостоятельно, то они младше 10 лет. Вообще сплав очень простой. Единственное место, где есть небольшая опасность и адреналин вырабатывается, это Шеверы в районе Сеногорска. Когда идут новички, мы их обходим стороной, то есть мы в самую стремнину не заходим. Ну а для тех, кто уже небольшой опыт имеет, мы, понятно, проводим инструктаж, как проходить правильно пороги, Шеверы, и большой опасности не представляет. У нас сегодня первый в этом сезоне сплав. Хоть река спокойная, но Енисей, он тем и говорил, что расслабляется, начинает бродить с лодки на лодку, по воде до того берега. В общем, самое главное, все садятся, каждый в свою лодку, запоминайте свой экипаж, чтобы никого не потерять на остановках, когда будем выходить. Самое главное, чтобы спас-жилеты не снимали. Сегодня жарко не будет, спас-жилеты, кроме того, что спасают от утопления, еще и греют хорошо. Это первое. Второе правило, в лодке не стоим, всегда сидя или на баллоне, или внутри. То есть сидим, всегда не вставая, пока лодка идет, особенно, когда пойдут у нас шеверы, это у нас единственное будет место достаточно экстремальное, мы в самую стремнину не заходим, не надо рисковать, сегодня вода очень холодная, примерно 8 градусов, поэтому, чтобы не заплескивало в лодке, шеверы проходим сбоку, где чуть-чуть только качает, на самый вал не выходим. Все, мы погрузились уже в лодку. Александр Яковлевич вправит парус. Так, сейчас мы... Кирилл у нас. Сзади ребята у нас там. Поплыли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, один только. Еще второй не сделал, и руль еще не сделал. Хорошо плывете. Так, не беспокойтесь, мы вас контролируем. Как с этими целями? Какая еще никак. Пробуем только. Итак, первое правило, которое я усвоила, это то, что нельзя бросать весло. Весло всегда должно быть в руке, ни при каких обстоятельствах, как сказал Тимур Джихатыш, даже если кто-то вдруг почему-то решил выпасть из лодки, то мы все равно не бросаем ни в коем случае весло. Держим его хотя бы в одной руке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы неожиданно вдруг дошли до ботанического сада. Я даже не ожидал, что тут такое разнообразие. Такая красота. Тут и можжевельники, и дубы, и липы, и осины, и тополя необычные. И вот на фоне голубых елей стоят туи, вообще шикарные деревья. Красота неописуемая. И под нами щипа. Сейчас все эти благоустройства делают. Все перемалывают все щепу перемалывают на специальных дробильных машинках. И вот все посыпано такой щепой дорожки. Молодой ботанический сад. Относительно недавно он начал развиваться. Не знаю точно, сколько лет. Но вот сейчас у них появились хорошие хозяева. К сожалению, сегодня они нас не встречают, потому что выходной день. Но мы можем самостоятельно погулять по этой красоте. Тут и есть и наши деревья местные, и очень много привозной флоры, которую вы у нас в наших лесах не увидите. Надо походить, посмотреть. КОНЕЦ Да, мы сейчас держим путь. Так, сейчас мы вниз по течению плывем, и у нас место обеда. Покушать нам надо. Ясно. Там Слава запускать будет квадрокопер, чтобы все в кучу суть. Ну, понял. Кучкуемся. Северой проходим по отдельности. Так, сейчас мы проплываем отдельные острова. Справа от нас большой такой остров проплываем. И вот слева начинается. Плывем туда. Это единственная шевера здесь, более-менее серьезная такая. Поэтому вот самое большое волнение вот здесь будет. Больше нигде нет. Идей не сеет дальше спокойнее. Вот это и есть те самые шевера. Вот это очень круто. Пару слов. Ваши эмоции. Субтитры подогнал «Симон» Я понимаю, как ее так можно замотать? Субтитры подогнал «Симон» Сейчас мы слегка перекусили. Мы съели половину продуктов месячных за один присест. Сейчас грузимся опять в лодке и идем до ночной стоянки уже на Ачурский бык. Там у нас будет плотный ужин, но если успеем до дождя, то еще сходим на бык, посмотрим на памятный камень. Сегодня же, да. Приезжаем в город Савиногорск. Так, цапля серая, она гнездится на деревьях. Вот, вы видите, сейчас около десяти гнезд, причем колония целая. Вот, вон она, серая цапля, вот садится. Сейчас хорошо видно на деревьях. Возле гнезд сидят. Обычно они вдали от жилья, а тут напротив Борус и на Борус. Вообще здорово, конечно. Прямо стоят там, прямо влезут. С правой Борус, с левой пирамиды. Как сказали название этой пирамиды? Что-то Ярмай или как-то. Да, что-то такое. Красивое название. Да, они как хорошо видно. Это Ярмай и ты немножко Борус видишь. Пробуваем животных на острове. По опознавательным признакам это бараны. КОНЕЦ КОНЕЦ Пробуваем к деревне Ачуни. Это вот скала вся так называется. Шумерский бык перед нами. И за ним, да, мы получается его обогнем и пристанем уже. Уже на ночевку. Идет установка лагеря, где мы будем ночевать. Здесь у нас будет костровище. Ставятся палатки и большой шатер. А у меня уже все высохло. Расскажите, что нас ждет впереди? Вкусный борщ. Вкусный борщ. Да, наконец-то будет ужин. И мне не будет так жалко капусту строгать. Не плачь. Я учительно стараюсь. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Но песня остается теплом костра согрета. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Субтитры сделал DimaTorzok. И вот когда Белые дали несколько боев и разбили партизан, отряды Кравченко и Щетинкина соединились. И значит они уже как бы одна большая партизанская республика была. Но так как в этой партизанской республике там были мастерские, там были, то есть они сами патроны заряжали, ремонтировали оружие. Ну и вот эти партизаны начали уходить от Белых. Потому что сильно в бой они не вступали, потому что партизанские семьи были вместе с ними. Они уходить начали. А все дороги Белые перекрыли. Субтитры сделал DimaTorzok. Они опять, как говорится, тут празднуют. Им на помощь вот оттуда пошел целый отряд Белых. А они не знают, они там значит празднуют это все дело. И вот они когда увидели, значит отсюда значит мальчишка прибежал, значит сказал вниз, значит что надо, идет помощь Белым. А что они, конечно, ничего не успели. И вот они захватили их врасплох. И значит часть они порубили в домах шашками, а часть в стальнике они вот скопились возле речки, потому что переправиться они не могли. Лодок всего несколько было, и они несколькими рейсами, когда наступали, на этих лодках переправлялись. А сейчас только впереди те, кто в лодке первый запрыгнул сюда. И то две лодки потопили. И третий человек, который переправился, вот попробуй-ка на них напади. Через воду на шашу, переходи. И ночью, вот, через эти координаты. Так, сейчас, значит, мы плывем с одним перекусом, плывем до Шушевского. Один раз остановимся, перекусим. А сколько примерно часов это будет? Ну, я думаю, часика четыре-пять. На всякий случай побольше. Значит, в районе Ильичева боковой ветер должен быть. Так что грести придется. Продолжение следует... Так как в основном, особенно у молодого поколения, память как у рыбки две секунды. Еще раз повторяю, садитесь в лодке, никто не расстегивается, по бортам не бегаем, сидим и не встаем даже. На ходу никаких подъемов, вставаний не должно быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Сагало почти все местное население. Быстро и весело шла разгрузка катера. Еще сидя на горячем песке пристани, среди груды и рюкзаков, мешков, ящиков и ботек в ожидании трактора, мы оказались в гуще событий в центре внимания. Здесь состоялось мое первое знакомство со многими людьми, которые стали частью моей судьбы на долгие годы. Всех их объединяло необыкновенное удовлетворение жизнью, увлеченность своей работой, открытость, доброжелательность и простота в общении. Наловить удочку ленков и хариусов на уху или зареку на всю компанию. Добровольно покидать эти курортные местами так не случилось. Но надо было сниматься с обзутого берега и ехать дальше. Тогда я решил обязательно сюда еще вернуться. В августе наша практика заканчивалась, и с доляги мы выезжали довольно необычным способом. Из них наблюдатель заповедника, Тунинский старположик, вложил наши вещи и свою длинную узкую деревянную лодку, аккуратно посадил нас с Ларисой, и мы отправились в кучу. Редактор субтитров А.Семкин